Второй урок нашего мини-курса «Пять шагов к хорошему цвету» посвящен работе с контрастом или яркостной составляющей изображения. То есть принцип такой. Сначала мы работаем со светом, то есть с яркостью, с контрастом, а потом уже с цветом. Но если у вас, например, есть сильный перекос по балансу белого, то о чем я говорил в предыдущем уроке, то есть, например, забыли переключить баланс белого или каким-то образом у вас идет сильный перекос по цвету в изображении, то есть нужно простым перебором вот этих пресетов в Camera Raw выбрать такой, который даст наиболее натуральный цвет. И затем уже приступать к работе с экспозицией и контрастом. Почему? Дело в том, что если мы имеем сильное отклонение по балансу белого, мы не сможем адекватно оценивать яркость изображения. То есть баланс белого, он влияет на яркость. Здесь я выбираю баланс белого, дневное освещение. Он уже достаточно близкий к тому, что я хочу получить. Можно попробовать автоматический баланс, но в принципе он дает такую же картинку. И вот теперь уже можно приступать к настройке яркости и контраста. Давайте сбросим настройки по умолчанию. И я расскажу в каком порядке нужно производить действие. Обычно начинают с экспозиции. То есть я сначала немного уменьшаю экспозицию в данном случае. Почему уменьшаю? Дело в том, что здесь на модели у нас есть белая шляпка и белая блузка. И нам нужно проявить здесь детали, чтобы они не потерялись. Лицо мы можем осветлить локально, кисточкой. Это проще сделать, чем осветлять вот такие большие области. Итак, настроив экспозицию, это первый этап, то есть настроив нормальную яркость по сюжетно-важному объекту, я перехожу к настройке отсечки в светах и в тенях. Это выполняется с помощью регуляторов белые и затемнения. В английской версии это регуляторы whites и blacks. Зажимаю клавишу Alt или Option на Mac. Смотрю, чтобы у меня не было сильных отсечек. Вот здесь на шляпке они есть, но их вполне можно допустить, потому что это небольшое контровое освещение. Если не хотите таких отсечек, то на следующем шаге мы их устраним. Они здесь небольшие и поэтому легко устраняются. Затем устанавливаю отсечку в тенях. Обратите внимание, это не точка белого, это просто отсечка. Точки белого и черного устанавливаются в фотошопе. Ориентируемся здесь вот на эту самую глубокую тень под волосами. Итак, мы настроили отсечку в светах и в тенях. И теперь приступаем к настройке тоновых диапазонов более детально. С помощью регулятора света мы можем проявить больше деталей в светлых областях. Вот видите, да? Шляпка и блузка несколько затемняются и там появляется больше деталей. Кроме того, таким образом в некоторых случаях можно убрать отсечку в светах. Итак, убрали. И теперь немножко поднимем детали из тени, то есть чтобы было больше деталей в волосах. Это делается с помощью регулятора тени. То есть вот таким образом мы детали поднимаем или вот таким образом можем от них избавиться. В данном случае я немножко приподниму. Для того, чтобы не отвлекаться на цветовую составляющую изображения, можно попробовать переключиться в режим градации серого. Вот так. Здесь также отсечка настраивается по вот этим треугольничкам с зажатой клавишей Alt. Вот эти регуляторы мы не трогаем. И здесь можно несколько поднять общий контраст. И локально осветлить лицо, потому что оно слишком темное. Я выбираю кисточку. Сбрасываю все настройки. Экспозицию сдвигаю примерно на 0,3. Для того, чтобы у нас кисть работала плавненько, нажим я устанавливаю процентов на 30 и плотность на 100. Края кисти необходимо растушевать. То есть растушевку ставлю примерно на 50. И размер кисти подбирается, исходя из размера области, которую нам необходимо осветлить или затемнить. Размер кисточки регулируется с помощью квадратных скобок. Немного увеличиваю изображение. С помощью комбинации клавиш Ctrl-Plus или Command-Plus на Mac. И осветляю лицо. Давайте посмотрим. Да, как видите, лицо стало светлее. Отключаем градации серого. При работе с градациями серого следует иметь в виду, что изображение может получаться слишком пережаренным. Потому что вы не видите цвет. Но это мы исправим на следующих шагах. Поэтому сейчас на это не стоит обращать внимания. Итак, настроив яркостную составляющую изображения, мы переходим уже к настройке, к тонкой настройке баланса белого. Здесь бы я еще чуть-чуть прибавил экспозицию. Самую малость вот так, сделав картинку немного светлее. Как видите, никаких здесь особых засветок нет. Вот такие точечные засветки, их можно не принимать во внимание. Итак, до встречи на следующем уроке.